Давайте мы теперь перейдем к вопросу, который от меня слева находится сейчас. Здесь у нас как раз речь шла о медитации. Смотрите, я объединил два вопроса в один, сейчас семейка рамочка, да, это объедено. Но обратите внимание и на вопрос, который наден. Тут, в принципе, три вопроса практически подряд шли, таким образом, что они очень близки по своему содержанию, очень близки, наверное, будут по своим ответам. Давайте мы об этом немного поговорим, если можно. И вот здесь, в принципе, каждый из этих вопросов так или иначе имеет отношение к парадоксам. Не зря я в начале этого стрима упомянул о парадоксах, привел примеры некоторых парадоксов. Ну, например, вот с бодигардами и с людьми, которые выполняют какие-то ответственные боевые задания, например, и так далее. Вот. То есть в системе, мы вообще, в принципе, живем в системе парадоксов. То есть с одной стороны мы верим в то, что должно быть так, с другой стороны это оказывается совершенно по-другому. Ну, в частности, еще раз к вопросу о парадоксах, так издалека опять начинаем. Было время, когда мне приходилось по роду моей деятельности крутиться среди достаточно зажиточных людей. Это был конец 90-х, начало 2000-х. Конец 90-х, по-моему, да, все-таки. Вот. И, в частности, однажды я наблюдал, как, как это называется, не охранники, а вот тоже бодигарды такие, одного достаточно зажиточного человека устроили спарринг между собой. Ребят, значит, выкатились на площадку перед коттеджем, выкатились три человека, толстых, объемных, малоподвижных, которые пытались прыгать, пытались друг друга достать или подхватить, или как-то свалить, пытались достать каким-то ударом. В общем, это, ребят, напоминало детскую возлюбь, честно сказать. Понятно, что этим людям ближе, конечно, гораздо огнестрельное оружие, ради этого, собственно, они существуют, ради, в смысле, рядом с человеком, которого они охраняют, да, то есть, если чего, они будут щитом, и они будут людьми, которые будут стрелять. Как бойцы, они, ребят, никакие. Ну, просто никакие. Вот вам опять парадокс, да, то есть, казалось бы, в качестве охраны должны быть люди, которые умеют что-то, умеют не только стрелять, да, ну и там сражаться как-то, если придется, еще что-то. Ну, нет. Нет таких людей. Окружают себя просто крупными, пышными людьми, да, которые немножечко поучились, постреляли там в тире где-то там и так далее. Скорее всего, им придется все равно стрелять не на большом расстоянии, да, а на коротком достаточно расстоянии. В этом смысле даже и навыки особо не нужны никакие, да. Ну, вот так вот. Это вопрос о парадоксах опять, если мы вспоминаем парадоксы. И вот обратите внимание, например, я зачитаю один из вопросов сейчас. Свободный, нефиксированный ум по-видимому достигается медитацией. Однако в процессе медитации мы фиксируем внимание на чем-то. На дыхании или на тандем, или на предмете. Может быть, следующий. Может быть, следующий. Более высокий уровень медитативной практики состоит в том, что мы уже ни на чем не концентрируемся. Вот смотрите, это пример такого, ну, достаточно типичного парадокса. Согласитесь, да? Вот давайте поговорим о таком парадоксе. Можем мы? Есть кому что сказать на эту цену. Пока нет комментариев. Смотрите, вообще логика нередко приводит нас к парадоксу. Казалось бы, развивая некую мысль, логично, идя от одного утверждения к другому, часто мы приходим к утверждению, которое противоположно первоначальному посылу. Я даже не буду сейчас, сейчас не хочется читать лекцию по логике. Почему это возникает? Вы можете найти в любом учебнике логики, кстати говоря. Просто я хочу сказать, что такая ситуация присутствует, такая ситуация имеется. И, знаете, как один мой близкий знакомый рассуждает, когда мы начинаем обсуждать, или раньше так было, когда мы начинали обсуждать какие-то философские, например, темы, часто он приходил к выводу, что дофига ли мы об этом говорим, все равно мы все умрем. Ну, типа такого. Понимаете? Смысла нет ни о чем говорить, потому что весь смысл упирается в то, что обсуждаемое уже бессмысленно и обессмысленно фактом твоего вообще рождения, а следовательно смерти. Об этом шло речь. Вот. То есть если мы будем рассуждать подобным образом, идя от вывода к выводу и присаживая к своим выводам какие-то допущения, то мы неминуем, ребят, приходим к парадоксу. Но если мы будем немножечко абстрагироваться от допущений первоначальных, каких-то хотя бы, тем самым мы будем более и более выкристаллизовывать саму мысль. Надеюсь, вы это понимаете. Так, Алексей пишет. Ничего не могу сказать о медитации, профан в этом деле. Смотрите, технически, когда нам, например, сообщают о том, что неким идеалом медитации, мы сейчас в широком смысле, не в боевом смысле, а в широком смысле, значит, неким идеалом медитации является созерцание пустоты, то нам кажется, что... А зачем же тогда нам нужны какие-то вот эти вот звенья, какие-то ступеньки, по которым мы, например, поднимаемся в своей медитации? Зачем нам нужно медитировать таким образом, потом другим образом, потом третьим образом, если все равно мы придем к какой-то непонятной пустоте, давайте сразу медитировать на пустоту. И, конечно, ни у кого это не получается. Мало того, вот недавно, например, я посмотрел документальный фильм, довольно неплохой, и там шла речь как раз о медитации в том числе, и, если не ошибаюсь, по-моему, тувинский монах буддистский, он, например, сказал такую фразу, которая мне очень понравилась, фраза без окончания, он сказал, медитация – это когда ваше внимание вот так. Вот такая вот фраза была, но тем самым он показал, что медитация – это когда вы свою волю, свое внимание бежите в кулаке, когда вы не даете своему сознанию расплываться, уходить от темы. Вот что такое медитация. Поэтому, когда мы говорим о том, что придет какой-то волшебный момент, когда мы не будем концентрироваться ни на чем, наверное, такого момента не будет. Потому что, слушайте, ну не хочется сейчас просто говорить о медитации в целом, опять, ребят, мы сейчас уйдем в какие-то достаточно философски труднопроверяемые места рассуждений о медитации. Вот. Но я просто напомню сейчас опять фразу «Миамут Мусаши» из книги «Пяти колец», когда он говорит, в том числе о медитации, вернее, он говорит о состоянии сознания, но об этом предмете, о состоянии сознания, он говорит через призму как раз медитации, да, дзенской. И он, например, у него есть такая фраза, примерно такая. Вот многие говорят, что пустота – это то, чего они не знают. Это не истинная тупота. Иными словами, если вам кажется, что вы можете перепрыгнуть через несколько ступенек медитационных и сразу добиться какого-то результата, ну, ребят, ну, добивайтесь, пробуйте. У вас вряд ли это получится, но пробуйте, вы же можете это сделать. Пожалуйста. Но если вы не научитесь держать свое сознание, пучке в таком, в кулаке, если вы делаете свое сознание безвольным, то, наверное, в медитации вы вообще мало чего добьетесь. И когда я говорю безвольным или волевым, я не имею в виду какое-то колоссальное напряжение, какую-то колоссальную концентрацию своего внимания на каком-то вопросе или на какой-то части своего тела, или на какой-то идее, я не об этом сейчас говорю. Потому что во время медитации ваше сознание должно быть свободным, абсолютно свободным и незамыленным, ненапряженным. Созерцание ваше должно быть ненапряженным. В противном случае оно будет субъективным. Но оно должно держаться в рамках заданной темы. Вот свобода в заданных рамках, я бы так сказал, это и есть тот путь медитации, который, наверное, необходим. Особенно необходим, мне кажется, практикам. Таким, как мы с вами прикладники, бойцы, прикладники, мы там не теорией занимаемся все-таки, а медитацией мы сейчас говорим просто как о дополнительном средстве, которое позволяет нам каким-то образом лучше управлять собственным сознанием, а следовательно и собственными реакцией, и следовательно и собственными двигательными программами, и делать выбор определенной жизни. В этом смысле медитация – это такая важная практическая часть, в том числе нашей бойцовской жизни. Это не значит, что мы занимаемся только медитацией, конечно. Медитация – это маленький такой кусочек нашей жизни, но это необходимо. Так, сейчас посмотрю, написали ли нам что-то. Про спорт пишет. Сказать нечего, нужно только сесть на пол, на коленке или в позу лотоса и просто отключиться. Не думать о негативе, легко дышать, освободить тело от отрицательных эмоций, это помогает. Особенно перед тренировкой. Ну окей, это хороший способ начать медитационный свой путь. То есть, когда вы, первый момент, вы находите положение, которое комфортно для вас, или приучаете свое тело к положению, которое комфортно для вас. Второй момент, когда вы учитесь в этом положении расслабляться, созерцать это расслабление, раскованность. Третий момент, когда вы учитесь освобождаться от всех мыслей и впоследствии учитесь еще не только не расплываться мыслями, но и сразу с легкостью, как это сказать, абстрагироваться от всех мыслей. Вот это автоматически практически отказываться от мыслей. Это начальный этап. А дальнейшие этапы, это уже далеко от релаксации, далеко от программ, которые на первых этапах только существуют. Дальше мы работаем уже с тем, что практически имеет уже значение. Практическое значение для нас. РМЛ пишет. Знакомый говорил про йогу, что она и не могла меньше волноваться, расслабляться. Йога имеет отношение к медитации. Ну, начнем с того, что многие йоги занимаются медитацией отдельно. Многие йоги занимаются, ну, фактически, можно сказать, концентрируются. Вот эта концентрация, по сути, это и есть медитация. Когда человек концентрируется на каком-то положении своего тела, например. Это тоже медитация. Ну, пусть там низкого порядка, но, тем не менее, это тоже медитация. К тому же, наверное, замечали, что человек не может думать о двух-трех вещах одновременно. О чем-то он будет не додумывать. Поэтому, когда человек сильно концентрируется на том, что он делает, на своей деятельности, мысли автоматически уходят. Это тоже понятно. В этом смысле можно сказать, что йога уже является медитацией. Если вот в таком аспекте это рассматривать. Про спорт пишет. Йога заключена в освобождении тела от стресса и в духовном развитии. Спортивный аспект в этом деле стоит на вторичном месте. Окей. Здесь спорить не буду. Алекс пишет. Я вдыхаю и осознаю все мое тело. Я вдыхаю и осознаю все мое тело. Так он практикует. Тут все сказано. Окей. Некая цитата приведена. В принципе, глубокая достаточно цитата. Может быть, кому-то она действительно поможет понять что-то о медитации. Окей. Про спорт пишет. Гармония тела и духовного состояния, на мой взгляд, это так. Вы имеете в виду медитации. Это гармония. Ребята, мы опять уходим в теоретизацию проблем. Понимаете? То есть мы начинаем описывать, что такое медитация. Давайте вернемся к практическому вопросу. Вопрос сейчас заключался в том, что можем ли мы перепрыгнуть через несколько ступеней медитационных, не развивать в себе вот этот волевой навык концентрировать свое внимание на одном вопросе и просто внезапно начать не концентрироваться ни на чем. Вот главный вопрос, который был. Так. Алексей пишет. Почему лотос? А можно лежа? Шутка юмора. Не, ну шутки здесь нет. Между прочим, Алексей, вы правы. Если вы найдете в сети высказывание Хуэйнэна, шестого патриарха, чай буддизма, шестого и последнего патриарха, чай буддизма в Китае, я его очень уважаю, в том числе за его высказывание, на которое я сейчас ссылаюсь. Так вот, Хуэйнэн, например, среди прочего заявил, что при чем тут вообще лотос? Для того, чтобы достичь медитационного просветления, совершенно нет никакой необходимости сидеть так или эдак. Это его заявление. А это патриарх чай буддизма. Так что вы правы абсолютно, лотос здесь ни при чем. Кому-то это нужно, кому-то это не нужно. Ребята, разницы нет, хоть на голове стойте. Проспорт пишет. А вот попробуйте стоя на голове. Кстати, вот Проспорт сразу об этом и пишет. Я просто балдею, если в стойке на голове просто зависаю на пару минут. Потом так легко, что просто круто. Ну вот вам хороший ответ, уже практический ответ на этот вопрос. Замечательно. Алексей пишет. Назнали философию в боевых искусствах? Или это от лукавого? Ну давайте кратенько, кто хочет высказаться на эту тему, я сейчас кратенько буквально от себя еще скажу свое субъективное мнение. Назнали философию. Ребят, все, что вам нужно, находится в рамках ваших интересов. Если у вас возникает голод по логическому обоснованию того, что вы делаете в боевых искусствах, то вы так или иначе идете к философии. Знаете, когда я, помните, я говорил, когда я на первую тренировку пришел к своему учителю, и он мне все время говорил, расслабься, расслабься, расслабься. Мне казалось, что он издевается. Я его считал фашистом, потому что человек, который меня не то чтобы бьет, но побивает, и при этом все время говорит, расслабься, мне казалось, что он издевается. Гитлер просто. Но когда я начал понимать, что именно раскованность является основой боевых искусств, которые я, по крайней мере, изучал, то, безусловно, я сразу же обратился к философским основам, к философским корням вот этих вещей. И, естественно, самое быстрое, к чему я вышел, это, значит, я почитал немножко Лунь-Юй, я почитал немножечко, а это было очень трудно в советское время, в библиотеках такой литературы было трудно очень найти. Например, для того, чтобы прочесть просто Дао-де-Дзин и Джуанзи, мне пришлось записываться в Ленинскую библиотеку, пройдя через целую череду чиновничьих каких-то вещей. Это было трудно. Но вот в итоге я вышел на Дао-де-Дзин, я начал читать, я начал понимать, в чем база, базовая основа того, что я делал, да. То есть вот для таких вещей, да, конечно, философия нужна. Опять, стремление к такому философскому наполнению себя, да, находится просто в области ваших интересов. Если вам это нужно, то вы идете и делаете, ну, читаете, понимаете. Если вам это не нужно, конечно, вы этого не делаете. Таким образом, ценность философии для боевых искусств определяется сферой углубления вашего погружения в боевые искусства и сферой интересов, связанных с боевым искусством. Наверное, так. Алекс пишет. Нужно учителя научиться первому этапу, например, осознавать все тело, а дальше само пойдет. Ну, или не пойдет. Окей. И расслабиться после тренировки. Ну да, Леонид, все правильно, как релаксация. Ну, опять, ребят, релаксация и медитация – это разные вещи. Конечно, релаксация тоже может носить медитационный характер, когда вы своей воле, своему сознанию не даете расплываться дальше, чем идея раскованности вашего тела. Когда вы концентрируетесь на раскованности, вы начинаете практиковать раскованность. Это совершенно логично, совершенно очевидно. Но это не значит, что релаксация в целом является медитационной программой. Чаще всего это просто первая ступенька для того, чтобы заняться дальнейшим продвижением в сфере медитации. Итак, Проспорт пишет. Перепрыгнуть нельзя через ступеньку в смысле медитации. Это так же, как школа. Невозможно изучить геометрию, не познав в просторе физика. Все приходит постепенно. Ну да, я согласен, совершенно. Совершенно согласен. Алекс пишет. Через ступеньку перепрыгнуть не получится. Это как все время проламывать стену, а не проходить через дверь. Через дверь ходить удобнее. Отлично сказано. Отлично сказано. Мало того, что удобнее, еще и, мне кажется, быстрее по времени все-таки пройти через дверь, чем ломать стену. Очень часто людям в боевых искусствах, не только в медитации, но и в боевых искусствах, людям многим кажется, что сейчас я вот прям вот я как-то быстро достаточно сейчас вырасту как боец. Не надо мне слушать никаких учителей, не надо мне никуда ходить. Я сам сейчас все сделаю. И в итоге на рост такого бойца уходит гораздо больше времени, чем если бы он пошел и у кого-то чему-то хотя бы научился. Так. Эдуард пишет. Философия – это часть боевых искусств. Я читаю книгу цифру Керншпехта. Он в них объясняет философскую прикладную суть вне еще. Ну, отлично. Я, кстати, не читал. Надо мне попробовать найти, тоже, наверное, почитать. Спасибо большое, Эдуард. Так. Проспорт пишет. Философия в боевых искусствах – это огромная гора знаний, направленных на понимание того, чем вы занимаетесь, к чему стремитесь. В спорте нет философии. Так только стремление к победе. А это не основа вторичности. Ну, окей. Да. Окей. Так, хорошо. Давайте тогда немножечко дальше продвинемся. Значит, следующие. Вопрос, который в синей рамочке здесь, да? Является ли форма медитации, при которой следует избавиться от всех мыслительных процессов, правильно? Человек, который, как я сейчас понимаю, не совсем владел тем, чему тренировал, говорил, что цель – избавиться от всех мыслей. Избавиться от всех мыслей и реагировать спонтанно удавалось во время упражнений на реакцию на внезапный удар. Но правильная ли была форма медитации, если она приводила к явлению, которое, как я выяснил, называется сонный паралич? И верно ли было, что тренировки прекратились? Окей. Целый ряд вопросов. Немножечко, чуть-чуть так скомкана здесь получилась. Но я думаю, мы все понимаем, о чем идет речь, да? Так. Кстати, Алексей вот пишет. У старых мастеров, заслуженных, бывают замечающие ошибки начинающих. Как же так? Интересно. Не в тему, да? Вы просто поднимаете некий вопрос, не в тему. Окей. Кто хочет ответить на этот вопрос? Мне есть что сказать тоже. Я могу многое наговорить, могу целый час на этом все обеседовать. Потому что сам такие вещи замечал и сам в итоге приходил к определенным выводам, наблюдая эти вещи. Окей. И все-таки давайте сейчас вот и этот вопрос Алексея рассмотрим, да? И вопрос, связанный с медитацией, который я зачитал перед этим. Ребят, вот по поводу медитации вообще. Слушайте, ну сейчас, конечно, только ленивый не учит, мне кажется, да? Помните пословицу, да? Кто умеет, кто умеет делает, кто не умеет, учит. Что вроде этого, да? Вот. Понятно, что сейчас очень много людей, которые пытаются там, в том числе, деньги делать на такой вот ерунде. Наверное, обучение якобы медитации, чаще всего это не уходит дальше какой-то релаксации в бывшем случае. Очень часто превращается вообще в какой-то, ну, такой чайный клуб, когда люди собираются просто и якобы медитируют, на самом деле обсуждают какие-то свои проблемы. То есть это какая-то группа психологической поддержки скорее, чем обучение медитации. Вот. Лоховства вокруг этого много, как и вокруг любого вопроса. И, к сожалению, постсоветское пространство, ну, по крайней мере, российское пространство, не представляется вообще пространством непрофессионалов. Достаточно посмотреть на политиков, на министрах и так далее. Я думаю, что и вопрос медитации, такой узкий вопрос, не самый важный для страны, в России рассматривается очень часто с позиции просто лоховской совершенно. и с этой точки зрения я призываю вас, собственно, медитации учиться самостоятельно. Ну, нет ничего сложного, ребят. Это не аутотренинг, когда вы можете повредиться немножечко в уме. Хотя, наверное, и в процессе медитации можно повредиться в уме, конечно, я так думаю. Но, ребят, по-моему, это только в том случае, если вы уже крышу немножко поехали, а тут еще и медитация. Если у вас с психикой все в порядке, кстати, если вы в этом сомневаетесь, ну, сходите куда-нибудь на прием к психоневрологу, пусть он вас исследует. Если вы достаточно нормально занимаетесь этим, ничего не бойтесь. Как заниматься? Ну, еще раз, обратитесь к твоему листу медитации, например, на нашем канале. Посмотрев эти видео, дальше вы можете, наверное, сделать уже самостоятельно какие-то шаги. Ребят, медитация, ну, по крайней мере, чайник. Медитация – это, в первую очередь, то, чего вы достигаете собственным трудом, а не что вы вычитываете откуда-то. Вот здесь вот я бы сказал, что это ситуация обратная тренировкам в боевых искусствах. В боевых искусствах вы должны сначала у кого-то учиться все-таки, ну, желательно, согласитесь. А медитация – это все-таки путь, при котором вы делаете самостоятельные шаги. Ребята, вот расскажу вам такую вещь, которую, может быть, вы знаете, может быть, не знаете, ну, напомню тем, кто знает. Например, когда Чань Буддин стал достаточно широко распространяться в Китае, да, то ряд монастырей, например, сутры, вот эти переведенные метитайские языки, да, вынесло вообще из храмов. И хранилища этих сутр иногда были вообще в сараях каких-то, а иногда их клали даже вот в эти, как это называется, вот эти туалеты на улице, да, такие, даже туда вот просто их складировали, да, не из неуважения к мнению уже профессионалов, к мнению людей авторитетных, в том числе в медитации или в Чань Буддине, а из понимания того, что самое последнее, что вы можете почерпнуть, находится в этих сутрах. Это просто некие чекпоинты, это просто что-то, на что вы можете немножко сориентироваться, но путь медитации – это внутри вас, это все скрыто, да, это все находится внутри вас. И по сути, понятие медитации, уже в самом начале я сказал, это когда вы обучили свое внимание находиться постоянно на одной мысли или находиться в одном месте. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот если вы этот навык развили в себе, дальше вы просто следуете этому навыку, при помощи этого навыка вы достигаете любых других целей постепенно. В частности, когда мы говорим об объективном каком-то восприятии реальности, да, о незамыленном сознании, ну да, конечно, такое сознание достигается посредством медитации. Когда вы всю шелуху, весь мусор головой выбрасываете и начинаете видеть реальность такой, какая она действительно есть, а не какой она вам представляется внутри вашего эмоционального хаоса. Понимаете, да, о чем я говорю? В принципе, понять медитации не такой сложно. Мы сейчас не говорим, ребят, еще раз, мы не говорим сейчас о мистики, мы не говорим о достижении нирваны, мы не говорим о достижении каких-то паранормальных способностей. Мы, ребят, здесь на боевом канале, мы говорим о боевых искусствах и о том, что способствует нашему продвижению в боевых искусствах. Поэтому, когда мы говорим о медитациях, мы говорим о таких вещах, которые очищают наше сознание, делают нас более прозрачными, делают нас более объективно воспринимающими вот эту вот реальность, тот пласт реальности, который имеет отношение к боевым ситуациям. И ради этого, собственно, мы и занимаемся медитацией, да, скорее всего. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Алекс пишет. Правильная медитация вызывает не засыпание, а обострение восприятия. Да, согласен. Вот это очень интересный момент, но в общем, хорошее очень наблюдение. Вы знаете, это вот все равно, что, например, вот когда вы пьете кофе, да, я имею ввиду хороший кофе, а не сублимированный, да, то сначала вы получаете некий заряд бодрости, ну, довольно условный, но тем не менее, да. Даже для людей, которые давно не пили кофе, а теперь выпили там чашечку крепкого, да, даже тремоло такая в руках, может быть, да. Но потом приходит засыпание, да, потому что в кофе содержится два противоположных действующих фермента, один сначала бодрит, другой потом, наоборот, затормаживает вашу психику, да, угнетает немножечко нервную систему. Вот. И, например, сравните это с чаем. Когда вы пьете чай, то легкая бодринка какая-то возникает в вашем теле, иногда совершенно незаметно. Но факт, что вы от чая не засыпаете, но в то же время успокаиваетесь, да. Вот есть вот этот вот момент, согласитесь, да. С мультацией то же самое. Со мной стороны вы расслабляетесь, вы отдыхаете, внутренне разгружаете себя, и при этом действительно ваше восприятие все более и более обостряется. Вот очень интересно. Кстати, опять мы пришли к парадоксу, к некому, да, казалось бы, логическому. Так. Дальше. Эдуард пишет. Алексей, ошибки ли это? Или более высокий уровень мастерства? Не знаю, почему, не могу найти сейчас, о чем шла речь. Окей. Так, Алекс пишет. После нормальной медитации слышишь часто то, что не слышал, и видишь то, чего раньше не увидел, очевидно. И это не глюки. Ну окей, да. Возможности вашего восприятия действительно тоже раскрепощаются в этот момент, да. И вы действительно обращаете внимание на то, на что раньше ваше внимание не реагировало. В силу зашоренности, да. В силу спазма внимания. Вот, кстати, я бы предложил даже таким термином пользоваться в своих медитациях, как спазм внимания. Это похоже на тоннельное зрение не обстрелянных солдат. В психологии есть такое даже понятие, как вот этот шок, как тоннельное зрение, когда человек сидит в окопе с ружьем, очень боится всего, боится этих шумов, боится смерти, еще что-то такое. Увидит только то, что буквально вот перед ним. То есть противник может вот слева, справа оказаться, он его даже не увидит. Понимаете? Это такой спазм внимания. Спазм вашего восприятия. Да, когда вы немножечко опускаете себя, опускаете свое внимание, этот спазм пропадает, и вы начинаете действительно по-другому воспринимать реальность. В частности, у меня есть одна знакомая, которая занималась боевыми искусствами на протяжении лет 5, например. Потом, как всегда, семья ее поглотила. Женщины по большей части редко долго занимаются боевыми искусствами, хотя отдельные такие есть, и я их очень уважаю. Это колоссальное уважение просто, мне кажется. Колоссальное вызывает уважение. Так вот, женщина, о которой я говорю, где-то после первого-второго года тренировок, она сказала, мое восприятие настолько изменилось, я перехожу дорогу, я вижу вообще все. Каждый автомобиль, не поворачивая головы, каждого человека контролирую. Я иду в метро, я вижу вообще всю эту суету, я отлично воспринимаю каждому человеку, понимаю, как мне надо дальше себя вести. Понимаете, да? Восприятие действительно сильно меняется. В силу того, что для боевых искусств все-таки нужно вот этот спазм внимания, его нужно снять. Иначе как продвинуться дальше, да? Как вы сделаете очередной шаг, не отказавшийся от предыдущего, да? Так, дальше идем. Алексей отвечает, сейчас Эдуард Венгинов, может и более высокий уровень, но не мастер, что вы судите. Только удивляюсь. Окей. Гагушин пишет. Чем больше объектов внимания вы отслеживаете и управляете, тем сильнее будет энергия, которую вы будете использовать, например, всеми энергоцентрами и другой энергоструктурой. Я помню ваше мнение, вы уже выступали с этим мнением. Ну окей, окей, такое вот мнение. Леонид пишет. Интуиция должна обостриться, по идее, на более высоком уровне. Ну, если рассматривать интуицию не как догадку, а как, даже не как набор сконцентрированного опыта, набранного, да, кумулятивно, а как, именно как более глубокое восприятие происходящего, да, то, конечно, совершенно согласен. Так, дальше идем. Павел пишет. Можно ли пребывать в состоянии просветления с авторией постоянно? Не-не-не, Павел, простите. Мы сейчас такие вещи здесь не обсуждаем. Мы обсуждаем только ту часть медитативных практик, которая имеет непосредственное отношение к боевым практикам. не говорим сейчас о глубоких таких вещах, мы не говорим сейчас о нерване, мы не говорим о сансаре, мы не говорим о сапторе и так далее. Это отдельная тема. Алексей пишет. Напомню, я говорил про ошибки начинающих у старых заслуженных мастеров. Да, никто до сих пор не высказался. Тоже замечал, что многие с туннельным зрением не замечают опасных ситуаций. Да, совершенно верно. Эдуард пишет. Хорошо понимаю эту женщину. У меня все так же. Восприятие окружающей среды стало более осознанным. Например, принцип «здесь и сейчас». Я даже снимал видео про это. Да, замечательно сказано, я помню это видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok